С помощью данного способа ты сможешь пройти пас за один день и дойти до ножа. Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, что ты получишь. Лично мне не повезло и выпуло цифра 2. Что выпуло тебе? Прямо сейчас ставь лайк и пиши в комментариях. Ребята, всем привет! И сегодня в данном видеоролике мы с вами поговорим про летний пас Фансан. Я вам расскажу, как же максимально быстро и эффективно его проходить и доходить до самого последнего уровня самыми первыми. Смотрите видеоролик максимально внимательно, ведь полезной информации здесь будет очень много. Ну а перед началом ролика я устраиваю конкурс на 5 новых пасов. Для участия тебе просто нужно поставить лайк, подписаться на мой ютуб канал с колокольчиком, а также подписаться на мой телеграм канал по ссылке в описании, ведь именно там я его и разыграю. Ну а теперь давайте приступать к видеоролику. Уберите с собой все самое вкусное и приятного вам просмотра. Итак, дорогие друзья, пас вышел уже 9 дней назад и для начала после его выхода я сразу же решил изучить его механику и то, как же его можно быстро и эффективно проходить. Для начала давайте я вам расскажу, сколько же уровней можно вообще в сумме апнуть, если пройти все уровни до конца. Если считать, что пас у нас длится 42 дня и каждый день можно получать по 600 опыта, то в сумме выходит 25200 опыта только с ежедневных заданий, а также не забываем про еженедельные задания, в которых у нас есть целых 6 недель и за каждую неделю можно получать по 6000 опыта. А если у вас еще есть голд пас, то вообще 7200 опыта в неделю и в сумме 6 недель можно получить либо 36000 опыта за обычный пас, либо же 43200 опыта с голд пасом. И получается, что если мы будем проходить абсолютно все написанные нам задания, которые нам дают разработчики, то в сумме, проходя пас без единого пропуска, можно будет получить 61200 опыта за обычный пас. А с голд пасом так вообще 68400 опыта, что равняется 61 или даже 68 уровням паса. То есть, ребята, к чему же я все это вам веду? Вы можете пропустить лишь задания в сумме на 16200 опыта или же 23400 опыта и получить все равно нож. А вот если пропустить хотя бы на 100 опыта больше, то вам уже придется покупать дополнительный уровень и считай тратить деньги, что нам собственно не надо. Ну а если ты мечтаешь о дорогих скинах, то хочу посоветовать тебе сайт буллдроп, на котором я поднимаю много голды и долгожданное летнее обновление уже на сайте. Заходи и открывай новые кейсы. Ну а чтобы получить больше бонусов при депозите, используй мой промокод, который даст тебе плюс 20% к пополнению. Мне дали энергию за депозит, давайте же ее потратим и что? Я буквально за пару секунд залутал еще 600 голды на халяву. Также я решил открыть пару новых кейсов и тоже выбил крутой дроп, а по этому промокоду ты также получишь этот кейс абсолютно бесплатно. Не забываем также про булл пасс, ведь это то, что просто приходит за игру на сайте. А призы здесь реально крутые. Быстрее беги на сайт по ссылке в описании, ведь такую халяву упускать нельзя. Ну а теперь давайте приступать к самым важным советам для быстрого и эффективного прохождения данного пасса Фонсан. И первый совет это то, что вы вначале должны проходить именно ежедневные задания, ведь именно они каждый день в 3 часа ночи по московскому времени пропадают из нашей игры навсегда, и на смену им появляются новые. Тем самым вы теряете уже целых 600 опыта лишь за один день, а это повторюсь очень и очень много. А еженедельные задания можно пройти абсолютно в любой момент, но опять же в течение этих 42 дней, и они никуда за это время не будут пропадать. Тем самым вы их сможете проходить чисто в свое свободное время, когда вы на уроке или же вам просто нечем заняться. Вторым советом уже является то, что вам нужно отсортировать задания по сложности, то есть сделать именно для себя решение, какое задание вам сложно пройти, или же вы просто не хотите пока что играть в этот режим из-за того, что вам просто это не хочется. А какое-то задание вам наоборот проходить только в кайф, и в самом начале вы должны проходить именно сложные для вас задания, ведь именно так у вас будет мотивация проходить их, чтобы потом, так скажем, быстро получить удовольствие от легких заданий. Сразу хочу подметить, что у каждого человека разное понимание сложности, ведь для кого-то сложно убить, допустим, голову, а для кого-то закончить матч в каком-то из режимов из нашей игры. Поэтому еще раз скажу, делайте все сугубо по-своему, и ни на кого точно не смотрите, ведь у каждого мнение разное. И делается это все для того, чтобы вы сначала не прошли легкие задания, расслабились, а потом просто забили на игру из-за сложности заданий. Ну а теперь у нас идет уже третий, не менее важный совет видеоролики, а именно обязательно комбинируйте задания, то есть делайте так, чтобы когда вы проходили одно задание, в то же самое время выполняли и другое, тем самым вы будете экономить очень много времени на данном способе. Такое удобно делать именно под окончание самого пасса, ведь там становится очень много заданий, и они так и так будут вместе выполняться, а некоторые задания в одном из режимов будут даже полностью идентичными. Ну а также мой вам совет, что лично я для себя подметил, вы можете его использовать, либо же нет, никогда не смотрите на формулировку заданий, потому что вам могут сказать убить в голову, и вы будете стараться сделать только это, и в итоге у вас даже не будет получаться сделать даже обычный килл. Потому что так работает психология, вы будете специально стараться попасть в голову, и тем самым даже не будете никуда попадать, и постоянно будете проигрывать. Лучше просто играйте, не смотрите на условия, и квест будет сам по себе выполняться, уж поверьте мне. Ну а также мой вам не менее важный совет, не выполняйте сразу же еженедельные задания, как только они выйдут в игре, а лучше ждите, когда в ежедневных будет задание в том же самом режиме, и тем самым вы их также сможете комбинировать, и не тратить на это много времени. Ну и четвертым и самым важным советом является то, что если вы никаким образом не можете выполнить какое-то из заданий данного пасса, то не забывайте звать друзей на помощь, либо же писать в чате игры и просить помощи. Тем более у нас в игре сейчас появился голосовой чат, и так стало намного даже легче, ведь тем самым способом вам 100% кто-то да поможет, и тем самым вы быстрее пройдете задание. Ну и если у вас нет друзей, и все отказываются вам помогать, то просто возьмите второе устройство и подстраивайте ситуацию сугубо под себя, вставайте в позиции, где вам никто не помешает, и выполняйте все это, и без разницы, чье это будет устройство. Можете взять телефон мамы, папы, и так скажем, далее, и также на изи выполнять, так скажем, квест. Единственная проблема будет в том, что такое нельзя сделать в рейтинговых играх, а другие режимы для вас будут попросту на изи проходиться. Ну а также маленькая просьба к вам, это просто не спешите. Да, как бы это сложно ни звучало, но не нужно бросаться на пасс и проходить все за один день, просто играйте в свое удовольствие и не делайте так, чтобы вас просто тошнило от данной игры, да и от самого пасса, иначе вы просто на это все забьете, и не дойдете до самого конца, на котором располагается крутой нож. Ну а теперь я расскажу вам очень секретную информацию, как же именно тебе получить пасс совершенно бесплатно. Для этого тебе просто нужно следить за моим телеграм-каналом и проявлять там активность, ведь там совершенно бесплатно я своим подписчикам дарю пассы, а также уровни к ним, и вы за один день сможете получить и пасс, и новый нож, и они не тратят на него деньги. Ссылка, если что, будет в описании, сегодня будет разыграно целых 10 пассов. Друзья, ну а на этом наш видеоролик подошел к концу, не забывайте про лайк и подписку на мой ютуб канал с колокольчиком, а также про розыгрыш данных 5 пассов фонсан в моем телеграм-канале по ссылке в описании. Ну а если именно ты досмотрел ролик до данного момента, то напиши в комментариях, я хочу новый пасс, и к этому предложению добавь свой игровой айди от аккаунтов Standof2, и спам это сообщение 100 и более раз в комментариях по данным видеороликам. Ведь среди вас я выберу несколько комментаторов и позже им новый голд пасс на аккаунт. Чем больше комментариев, тем больше именно у тебя будет шанс на победу. Ну а на этом все, всем удачи и всем пока.